финансовой тематики и наш анализ показывает, что это тоже все пользуется пример как раз интерактивной инфографики, не можно вести все это посмотреть. То есть читатели тоже довольно активно переходят по этим ссылкам и тем самым улучшают нашу статистику и получают больше информации для себя. Наверное, все. Основное, что хотелось сказать, если есть какие-то вопросы по поводу интернета, работа с интернетом, презентацией в интернете, то есть нет издавателя. — Секунду-тору, если бы Олег привел пример каких-то заголовок. Ну, каких? Может быть, даже не бесспорно, не знаю, как раз. — Не, ну вот, кстати, заголовок «Жизнь займы. Как избавить себя от долговой кабалы» вполне хороший заголовок, потому что он, с одной стороны, то есть тут надо быть очень, конечно, осторожным с метафорами в интернете, получается, что «Жизнь займы» такая метафора и «долговая кабала», но мне сразу же понятно, о чем в статье пойдет речь, вот. В чем будет для меня польза, о чем мне расскажут, и в то же время меня все не вываливают сразу же. То есть вот, когда они населивают личные средства, как и специалисты, тоже практически… — То есть было бы лучше, на самом деле, про доходы? — Да, ну, тут, на самом деле, да, каждый раз это тоже такое отдельное искусство, когда сидишь и выбираешь, а что самое интересное будет, как зацепить. Ну и, конечно, все вещи, которые касаются дохода, личной пользы, какого-то влияния на жизнь, все это, конечно, сразу же повышает просматриваемость заголовка. Вообще, есть универсальное правило, что обычно, если, например, используешь заголовки, фамилию «Путин», все это сразу же, сразу повышает просматриваемость заголовка. Но в случае с финансовыми темами не могу дать такого совета, потому что тут редкая финансовая игра на стиле. — Как правило? — Ну, к сожалению, тут редко они подходят к этим тематикам, только что не зная «Стань, как Путин», используя наш финансовый совет, но здесь, скорее же, речь про политику, а не про финансы. В общем, это тоже все. В ходе работы нарабатываются какие-то речи, которые ты понимаешь, больше цепляют читателей, а какие-то меньше. Поэтому тут я такие дал универсальные советы, а уже на практике надо смотреть, что любят именно ваши читатели. И если они больше любят упоминание Путина, значит, наверное, они где-то чаще его упоминают. Если они любят его вести, что их реакция идет на какие-то ключевые слова, вполне определенные и другие, то надо стараться так и иначе крутиться и пытаться эти слова использовать, чтобы с одной стороны не обмануть, с другой стороны читать язык и рисовать. Я, кстати, говорил о том, что у нас есть этот момент финансовая грантность, который мы сейчас делаем вместе с комитетом по финансам, вот она и есть. Здесь у нас, я так понимаю, около десятка материалов, которые, в принципе, набрали 17000 просмотров, ну то есть примерно по 1700 на МК. То есть, казалось бы, как я говорил раньше, достаточно такие серьезные, ну и, может быть, даже и умные темы ходить, но выясняется, что людям это интересно. Для этого вот Олег и коллеги стараются подать это все и в заголовки, и с иллюстрациями, и с инфограммом. Олег и коллеги, может быть, я не могу, но вы уже не слышали. Вот в этом инфограмме не нужно будет ничего самому рисовать. Нам нужно будет просто выбрать, какая схема будет графика, заложить туда в циферке, начисать, что эти циферки значат, все. Он вам сам это будет. Выбрать шаблон цвета, то есть, я говорю, что... Да, ты к работе. То есть, в форде, то же самое, если там выбрать инфограмму, все остальное. То есть, это что-то работает, это очень хорошо. Да, ну и добавлю еще пару слов про, в принципе, финансовая грамотность, что, конечно, с одной стороны, тема для интернета довольно сложная, вот с точки зрения, опять же, удержания внимания и прочих вещей, что, конечно, гораздо там проще, не знаю, написать про пожары или ДТП, где и там фотографию проще найти, и, в принципе, вещи более цепляющие. Но вопрос в чем? В том, что про пожары или ДТП напишут так или иначе все. А вот такой уникальный контент, он помогает отстроиться от конкурентов, его очень сложно скопировать, его не так просто, очень быстро произвести. И поэтому, опять же, статистика этих текстов, которые набирают там, по-моему, не туже тех же самых ДТП, пожаров и прочих вещей, она показывает, что такие вещи востребованы, и поэтому, в принципе, те усилия, которые вы вложите в эти более тяжелые тексты, они отольются вниманием ваших читателей и позволят, опять же, отстроиться от конкурентов и получить какое-то конкурентное преимущество. Ну да, то есть тут довольно длинный хвост. То есть получается, да, что эта тема не привязана, как правило, к сегодняшней дате, и поэтому, сделав как раз, мы продолжаем получать не только в течение этого дня просмотра, но и в течение даже не одного года, а гораздо больше. Поэтому пробуйте, я думаю, что все это даст так или иначе свой результат. Если контакты не оказал, но если возникают какие-то вопросы, хотите что-то спросить, посоветоваться, то, в принципе, есть на Фейсбуке, можете найти меня, задать любые интересующие вас вопросы. Все, спасибо за внимание. Так, дорогие друзья, у нас на этом ничего не закончилось. Мы сейчас пойдем с вами на обед. На обед мы пойдем в Алтопрест, туда, знаете, на третий этаж, поднимемся, покушаем. И у нас с вами здесь встреча будет в 14.15, то есть в 14 часа мы должны будем сюда подойти. И здесь, подождите, я сейчас минутку скажу, помимо лекций самые, которые вам будет читать Евгений Бобров, а это уже будет касаться реально вашей работы в газетах и то, что можно будет сделать в газетах, то сейчас Олег вам сказал на сайте, это на сайте, конечно, для многих это, может быть, даже еще и не так актуально. Хотя тоже уже сейчас вы все присматривались, как работает сайт. А Женя вам точно расскажет, как можно представлять эти большие тяжелые цифры в красивые иллюстрации. При этом не нужно иметь, может быть, даже и очень хорошего дизайнера. То есть, ну, нормального оберстальщика, который может это все сделать. Самое интересное, что в конце всего этого, то есть перед Жениной лекцией, здесь еще комитет объявит вам конкурс, ну, конкурс достаточно с призами, то есть конкурс по вот этой теме, вам расскажут о том, о чем вы должны будете написать, прислать свои материалы, и победитель получит, я не знаю, что они сейчас, они сейчас советуются, но что-то получит. Так что возвращайтесь, в два часа мы вас здесь ждем. А сейчас, ну, одевайтесь, и мы вас проводим в столовой. Спасибо за просмотр!